Mercedes-Benz GLE. Непривычное словосочетание, правда? На самом деле, дебютировавший в прошлом году кроссовер автомобиль не новый. Это всего-навсего модернизированная версия ML, вышедшего в свет в 2011 году. Помимо свежего названия, машина получила переоформленную радиаторную решетку, бампер и переднюю оптику. Она теперь полностью светодиодная. Конкуренты BMW X5, Porsche Cayenne и Range Rover Sport. Салон перенес точечные улучшения. Этого хватило, чтобы он не воспринимался устаревшим. Вместо маленького экрана над центральной консолью теперь возвышается внушительный монитор, радующий сочной картинкой. Шайбу управления информационно-развлекательной системой накрыли навесом с сенсорной поверхностью. Вводить данные можно, рисуя на ней пальцем. И руль нового дизайна. А вот панель приборов не изменилась. Спидометр по-прежнему перегружен плотной оцифровкой. И обзорность все так же вызывает нарекания. Слишком уж миниатюрны боковые зеркала. А боковая стойка напротив чрезмерно широка. На зарубежных рынках шестицилиндровый дизель рабочим объемом 3 литра развивает 258 лошадиных сил. Для россиян же мощность снижена до налоговыгодных 249 лошадей. Сразу скажем, горевать об этом не стоит. В каком режиме не едешь, дефицита динамики не ощущается. С места до сотни машина ускоряется за весьма достойные 7,1 секунды. Больше прыти поспособствовал переход на новую автоматическую трансмиссию, в распоряжении которой не 7, а 9 передач. Благодаря ей же удалось повысить экономичность. На сотню уходит 9 литров топлива. За что любят и ценят Мерседесы? За высокую плавность хода. Вот и ГЛЕ демонстрирует такую поступь, что возникает ощущение, будто едешь на представительском седании. А вот активному водителю управляемость может показаться пресной. ГЛЕ с ленцой реагирует на руление. Он заточен под спокойную, умиротворяющую езду. Однако автомобиль можно слегка взбодрить, выбрав в системе Dynamic Select режим Sport. На легком бездорожье стоит переключиться в режим Off-Road, после перехода в который автоматически увеличивается клиренс и по-другому начинает работать трансмиссия. Стоимость обновленного авто почти 5,5 миллионов. Модернизация приблизила ГЛЕ к более современным конкурентам. Но чтобы превзойти их, требуется более радикальное обновление.